Благоустройство микрорайонов, ремонт дорог, снос и строительство жилья. Более 60 вопросов задали чебоксарцы главе администрации города Чебоксара Алексею Ладокову на итоговой встрече в рамках проекта «Открытый город». На этот раз встреча состоялась ДК тракторостроителей. Зал едва вместил всех желающих задать вопрос сети-менеджеру. Транспортная реформа – одна из тем, волнующая горожан. Они живут в Лапсарах, в Чебоксарах ездят каждый день на работу. Ездят на 10-м автобусе. Вы хотите его отменить. Но как мы тогда будем добираться до работы, до города? У нас в Лапсарах проживает более 6,5 тысяч человек, а может и больше. И более половины, скорее всего, в Чебоксары ездят по делам, на работу. Мы привлекали Питерский институт, о чем тоже неоднократно говорили. Услышали их предложение и для себя приняли решение изменить организацию пассажирских перевозок с 1 июля 2018 года. Ни один микрорайон не останется без транспортного обеспечения. В частности, по Лапсарам вы назвали 46-й маршрут. Он будет под номером 46, но это могло быть так же, как под номером 15, под номером 1. То есть здесь не надо привязываться именно к номеру. Будет маршрут, который будет обеспечивать именно вывоз жителей Лапсар в другие, прежде всего, в центральную часть города и в другие части города Чебоксары. В этом году большое внимание было уделено ремонту дорог. Всего в 2017 году отремонтировано 27 улиц. Власти муниципалитета, так же, как и горожан, волнуют качество работ. Перед подрядными организациями поставили жесткие условия. Ремонт должен был выполняться в срок и надлежащим образом. В случае выхода из строя отремонтированного полотна, подрядчики обязаны провести повторный ремонт за свой счет. Контроль за выполнением работы осуществлялся регулярно, не только специалистами администрации, но и депутатами и представителями общественности. Не обошли стороной и вопрос про разливайки и бары, которые располагаются вблизи жилых домов. Закройте, пожалуйста, этот вилкобар. Нам уже надоело. Дети выходить боятся на улицу. Этот вилкобар находится на заметке. Мы регулярно проверяем в ночное время. Но по закрытию вилкобара я вам конкретизировать ничего не могу. Но карминогенная обстановка там мы контролируем. Кроме вопросов и предложений, от горожан прозвучали и слова благодарности. Чебоксарцы отметили, что город растет и развивается быстрыми темпами. И особенно радует, что продолжается строительство детских садов и школ. Напомним, в 2017 году новые садики появились в микрорайонах Ольгешево, Радужный, Садовый, Новый город. Новая школа появилась и на улице Гладково. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.